Уважаемые коллеги, прежде всего хочу еще раз выразить глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате кровавого варварского теракта 22 марта. Пожелать скорейшего выздоровления раненым. Благодарю всех, кто в тяжелейших условиях спасал людей, помогал пострадавшим. Наше общество в это непростое время показало пример подлинной солидарности, сплоченности, взаимной поддержки. Знаю, что среди тех, кто сейчас направляет слова сочувствия семьям пострадавших, люди разных национальностей из всех регионов нашей страны, всех возрастов, в том числе дети, школьники и студенты. Те, кто планировали этот теракт, рассчитывали посеять панику и разлад в нашем обществе, но встретили единение и решимость противостоять этому злу. Прошу сегодня доложить, как идут следственные действия и оперативно-розыскная работа по установлению всех, кто причастен к теракту, его заказчиков и организаторов. Несмотря на нашу всеобщую боль и скорбь, сострадание и законное желание покарать всех виновников этого зверского злодеяния, расследование должно проводиться в высшей степени профессионально, объективно, без всякой политической ангажированности. Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов, с идеологией которых сам исламский мир борется веками. Мы видим также, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие стороны мира в том, что по их разведданным, киевского следа в московском теракте якобы нет. Что кровавый теракт совершили последователи ислама, члены запрещенной в России организации ИГИЛ. Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и её народа. Нас интересует, кто заказчик. В ходе совместной работы наших спецслужб и правоохранительных органов нужно получить ответы на целый ряд вопросов. Например, действительно ли радикальные и даже террористического толка исламские организации заинтересованы в нанесении ударов по России? Которая выступает сегодня за справедливое решение обострившегося ближневосточного конфликта. И как радикальные исламисты, позиционирующие себя, кстати, в качестве правоверных мусульман, исповедующие так называемый «чистый ислам», идут на совершение тяжких зверств и преступлений в священный для всех мусульман месяц Рамадан. На эти, как и на другие, более конкретные, профессиональные вопросы для объективного расследования преступления, совершенного в Москве, предстоит ответить. Абсолютно ясно одно – ужасное преступление, совершенное 22 марта в столице России – это акция устрашения, как я уже сказал. И сразу же возникает вопрос. Кому это выгодно? Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима. А нацисты, как хорошо известно, никогда не брезговали использовать самые грязные и бесчеловечные средства для достижения своих целей. Тем более сегодня, когда их разрекламированное контрнаступление полностью провалилось, это уже признано всеми, не оспаривается. Российские вооружённые силы удерживают инициативу по всей линии боевого соприкосновения. А все предпринимаемые противниками меры по стабилизации фронта успеха не приносят. Отсюда и попытки зайти и закрепиться на наших приграничных территориях, обстрелы, в том числе используя системы залпового огня мирных кварталов, объектов гражданской, в том числе энергетической инфраструктуры, попытки ракетных ударов по Крымскому мосту и самому полуострову. В этот ряд вполне логично вписываются и кровавые акции устрашения, подобные теракту, совершённому в Москве. Цель, как я уже сказал, посеять панику в нашем обществе. И в то же время показать своему собственному населению, что для киевского режима ещё не всё потеряно. Нужно только исполнять приказы своих западных кураторов, воевать до последнего украинца, исполнять команду из Вашингтона и принимать новый закон о мобилизации, создавать что-то вроде Гитлер-Югенда в новом его, конечно, издании, выбивать под это новое оружие и дополнительные деньги, и значительную часть которых можно будет украсть и положить, как это вводится на Украине сегодня, себе в карман. Кстати, у украинских националистов ещё в 20-х годах прошлого века существовало такое объединение «Союз украинской националистической молодёжи», который затем вошёл в состав Организации украинских националистов. Конечно, нужно ответить и на вопрос, почему террористы после совершения преступления пытались уйти именно на Украину. Кто их там ждал? Ясно, что тем, кто поддерживает киевский режим, не хочется быть соучастниками террора и спонсорами терроризма. Но вопросов действительно очень много. О ходе расследования прошу регулярно докладывать. Прошу также проинформировать и о том, какие меры на федеральном и региональном уровне принимаются для поддержки семей погибших и раненых, как организована работа медицинских и социальных служб. Я с коллегами уже неоднократно обсуждал все эти вопросы, но сегодня, как и договорились, поговорим об этом подробнее. Пожалуйста, начнём работу. Александр Иванович, прошу. Уважаемый Владимир Владимирович, в Следственном комитете продолжается активная работа по расследованию уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус-сити-холл». Следствием установлена полная хронология происшедших событий. 22 марта в 18 часов 54 минуты четверо преступников на легковом автомобиле «Рено» подъехали к зданию концертного зала «Крокус-сити-холл», где стали дожидаться прибытия зрителей. В 19 часов 58 минут террористы, вооружённые автоматическим огнестрельным оружием, находясь у здания «Крокус-сити-холл», открыли стрельбу по находившимся на улице посетителям. Проникнув в холл здания, а затем в помещение концертного зала, они продолжали стрельбу по всем замеченным ими гражданам, вне зависимости от пола и возраста. Используя принесённые с собой пластиковые бутылки бензин, они подошли помещение и в 20 часов 11 минут покинули здание. Выезжая на ликовом автомобиле со стоянки, преступники на высокой скорости совершили наезд на пешеходов в семью с двумя малолетними детьми. Детям причинены тяжкие телесные повреждения. Они госпитализированы. Все нападавшие задержаны на территории Брянской области в ходе преследования по автодороге, ведущей в направлении к российско-украинской границе. На месте происшествия при осмотре обнаружены и изъяты два автомата К-74, более 500 патронов, 28 магазинов с патронами, бутылки с остатками бензина. Осмотр места происшествия продолжается с участием специалистов, криминалистов и экспертов Следственного комитета Российской Федерации. Помимо этого, проведено более 200 осмотров, обысков и выемок, в ходе которых изъято более тысячи различных объектов, имеющих значение для расследования. При обыске в квартире, где проживали обвиняемые, помимо следов их рук, обнаружены фрагменты ткани и инструменты, которые использовались при подготовке нападения. В автомобиле преступников обнаружены пистолет ПМ без патронов и магазин от автомата Калашникова с 30 патронами. По всем изъятым предметам, оружию и боеприпасам назначено 90 судебных асфертизм – баллистические, генетические, дактилоскопические. Четверем исполнителям теракта предъявлены обвинения, и они заключены под стражу. Все обвиняемые на допросе и в суде признали свою вину и дали подробные показания о восстановительствах совершения преступления, о заказчиках и лицах, оказавшихся действие в подготовке теракта. Следствием, кроме этого, установлены и задержаны еще три человека, которые оказывали помощь при подготовке теракта. Предоставили квартиру для проживания, автомобиль для передвижения, переводили денежные средства. В отношении указанных лиц в суд направлено ходатайство о заключении их под стражу. Первоначальные результаты расследования указывают на то, что теракт был тщательно спланирован и подготовлен. В результате нападения погибло 139 человек, из них сегодня опознаны 75. Среди погибших трое детей. Опознание погибших продолжается. Из общего числа, это 137 человек, погибло на месте теракта 137, двое скончались в лечебных учреждениях. Из огнестрельных ранений погибло 40 человек, от сочетания огнестрельных и колото-резанных ран 2 человека. В результате пожара от воздействия высокой температуры продуктов горения погибло 45 человек. Ранения и травмы различной степени тяжести получило 182 человека. Назначены и проводятся 160 судебно-медицинских и генетических экспертиз для установления причины смерти и идентификации личности погибших. Допрошено 131 человек из числа потерпевших и более 500 свидетелей. Из показаний очевидцев следует, что возгорание зрительного зала произошло в результате действий обвиняемых, которые разлили принесенный с собой бензин на кресла и стены и совершили поджог. В этой связи следствием проверяется возможность нарушения требований безопасности системы пожаротушения в концертном зале Крокос-Сити-Холл. С этой целью изъяты пульты, электронные блоки и приборы управления противопожарной системы концертного зала. Они направлены для исследования и извлечения информации о режиме работы систем пожарной безопасности в момент совершения терактов. С участием экспертов изучается содержимое сферы противопожарной системы. Для установления работоспособности и своевременности срабатывания всех систем противопожарной безопасности назначена пожарно-техническая экспертиза. Мы работаем в тесном контакте с оперативными председателями ОМГД России, ФСБ России. По делу проводятся необходимые следственные действия по выявлению всех причастных к преступлению, в том числе заказчиков и организаторов преступления. Расследование по делу продолжается. Доклад закончен. Спасибо. Татьяна Алексеевна, пожалуйста. Дамы Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, за период прошедший с террористического акта в стационарные учреждения медицинских организаций госпитализировано 145 человек. В структуре поражений преобладают огнестрельные ранения, сочетанные комбинированные повреждения, отравления продуктами горения. На сегодняшний день выписано 52 пациента, которые были госпитализированы в связи с улучшением состояния под наблюдение по месту жительства. Находится на стационарном лечении 93 человека, в том числе 5 детей. Врачи продолжают бороться за жизнь 9 пострадавших, после которых один ребенок, их состояние оценивается как крайне тяжелое. 29 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 30 пациентов в состоянии средней тяжести, и 25 пациентов, их состояние улучшилось, и их готовят к выписке. Наиболее тяжелые пациенты на сегодняшний день сконцентрированы в московских и федеральных лечебных учреждениях. Амбулаторная помощь за этот период времени оказана 150 пациентам, и эта цифра подвижна, я думаю, что она будет меняться, поскольку люди, которые смогли уйти домой, сейчас обращаются в лечебные учреждения. По оказанию помощи пострадавшим и членам семей привлечены психиатры и психологи Института имени Сербского, Федерального медико-биологического агентства, МЧС России, Москвы, Московской области и волонтеры-психологи. В самый острый период одновременно на месте теракта находилось не менее 50 бригад скорой помощи, службы медицины катастроф в Московской области, города Москвы, федеральных медицинских организаций. В общей сложности помощь пострадавшим оказывали 203 бригады скорой медицинской помощи и санавиация. Учитывая масштаб произошедшего в лечебных учреждениях, находящихся в Московской области, городе Москве, федеральных медицинских учреждениях, Министерство здравоохранения, Министерство науки и высшего образования, Федерального медико-биологического агентства и Министерство обороны, было практически мгновенно развернуто полторы тысячи коек, в том числе и реанимационные, и хирургические, ожоговые. И все коллективы прибыли на работу для оказания медицинской помощи. Граждане России, несмотря на достаточность крови и ее компонентов, в едином порыве откликнулись на беду и пришли в пункты сдачи крови, чтобы помочь пострадавшим. И могу сказать, что по оценкам Федерального медико-биологического агентства, за два выходных дня донорские пункты страны приняли 11 822 донора, заготовили 4624 литра цельной крови и 1130 литров плазмы. Работа донорских пунктов продолжается и сейчас. Руководством Москвы и Московской области в целях осуществления поддержки семьям погибших, умерших и пострадавших в результате террористического акта принято решение об установлении единовременных выплат в размере 3 миллиона рублей на каждого погибшего или умершего, в размере 1 миллиона рублей получившим или получающим медицинскую помощь в стационарных лечебных учреждениях и в размере 500 тысяч рублей получившим медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Для жителей Москвы и других регионов выплаты осуществляются правительством Москвы, жителям Московской области, правительством Московской области. выплаты начаты и они будут продолжаться по мере поступления документов. Также для оказания помощи пострадавшим и семьям погибших создана рабочая группа в социальном фонде оперативный штаб в Роструде. Сегодня проактивно без истребования документов уже назначено 22 пенсии по случаю потери кормильца, из них 19 страховых и 3 социальных. Выплата пенсии будет произведена в кратчайшие сроки, как только нам будут предоставлены банковские реквизиты. Организована информационно-разъяснительная работа с родственниками и близкими погибших по выплате пособия на погребение и по дальнейшему предоставлению документов на компенсации. Аналогичная работа, организованная и с работодателями. Также организована работа по назначению выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве. Хочу сказать, Владимир Владимирович, что по мере выявления всех пострадавших и погибших семьям будет оказана помощь и мы этот вопрос будем держать на постоянном контроле. Также хочу сказать, что в первые часы после получения информации о произошедшем теракте к работе по оказанию помощи подключились волонтеры, а также неравнодушные граждане. 23 марта движение «Мы вместе» открыло сбор средств на адресную помощь семьям погибших и пострадавших при теракте. Докладываю, что на данный момент количество собранных средств составило почти 1 миллиард рублей. В местах организации стихийных мемориалов и в центре помощи помощь оказывают 11 371 волонтер. В день общенационального траура по погибшим 24 марта и сегодня 25 марта в регионах прошли и проходят акции, которые направлены на единение жителей страны и демонстрацию чувства сопричастности к произошедшим событиям. В проведении акции приняло участие 257,5 тысяч добровольцев и участниками этих акций стали 1,6 миллиона наших граждан. Также хочу сказать, что к помощи подключился и российский бизнес, более 42 транспортных компаний, банков, сотовых операторов, ресторанов, крупных торговых точек и других сфер предпринимательства оказывали ту помощь, которую считали возможным оказать. И хочу выразить глубокую благодарность нашим медицинским работникам за ту помощь, которую они оказывают пострадавшим гражданам, нашим неравнодушным гражданам за то, что они таким образом себя проявили в этот сложный час, пришли на помощь людям, оказавшимся в беде, еще раз доказав, что наша страна едина и перед лицом самой сложной ситуации мы вместе. Спасибо. Спасибо. Мы с вами обсуждали эту трагедию с 2 на 23 поздно ночью или даже, можно сказать, ранним утром. Но мы понятны, также работники экстренных служб различных тоже понятны, все должны быть готовы к любой ситуации. Но вот то, что и прохожие, и медработники, которые не имеют прямого отношения к экстренным службам, и сотрудники других служб беспрекословно, просто немедленно оказались там, где должны быть, помогали людям. Это, конечно, демонстрирует зрелость нашего общества и готовность отстаивать свои интересы и бороться за себя, за своих близких, просто за тех людей, которые нуждаются в помощи и поддержке. Это очень важная характеристика сегодняшнего состояния нашего общества. Вы абсолютно правы. Ну, мы еще об этом поговорим. А сейчас хотел бы послушать Сергея Семеновича Собянина. Пожалуйста, Сергей Семенович. Сергей Семенович, докладываю о медицинской и социальной помощи пострадавших при теракте. Всего от Москвы работало по линии скорой помощи 44 машины, причем первая машина прибыла через 4 минуты. В 20.10 поступил сигнал, и в 20.14 минут уже первая машина прибыла и оказывала помощь. Всем обратившимся была оперативно оказана амбулаторная помощь. 94 человека было госпитализировано. Госпитализировано в 14 больниц, и им оказывается помощь лучшими московскими врачами. У нас много было тяжелых и крайне тяжелых раненых. Крайне тяжелых было 12 человек. В настоящее время мы ни одного не потеряли. Более того, из 12 крайне тяжелых перейдены уже в другую категорию, просто тяжелых пациентов, почти половина из этих 12. Есть надежда, что все 12 выживут. И в настоящее время из 94 человек 18 человек уже выписано. С остальными продолжают работать. Что касается социальной помощи, как Татьяна Алексеевна сказала, мы по согласованию с коллегами из Московской области, из правительства установили следующий порядок. Москва выплачивает единовременные пособия как москвичам, так и жителям всех других регионов. Московская область отвечает за и выплачивает жителям Московской области. Уже приступили к реальным выплатам. 60 человек получили эти пособия, единовременные выплаты. По мере поступления заявлений мы сразу же решаем эти вопросы. Помимо этого оказывается вся необходимая медицинско-психологическая адресная поддержка. Родственникам пострадавшим, которые приезжают в Москву для опознания тел или для поиска своих близких, мы обеспечиваем бесплатное предоставление и размещение в гостиницах и бесплатное питание. Также оказываем необходимую помощь и поддержку для того, чтобы они нашли своих близких. Доклад окончен, Владимир Владимирович. Хочу сказать, нужно обязательно по всем регионам России, откуда приехали люди на это мероприятие, взять на контроль всех людей, которые нуждаются в поддержке. Потому что разные жизненные ситуации встречаются. Кто-то даже потерял кормильца своего и так далее. Поэтому нужно обязательно проанализировать всё, что связано с этим ужасным преступлением. И обязательно помочь людям, неформально подойти к этому. Очень вас прошу посмотреть на это дело таким профессиональным, человеческим взглядом и поддержать тех, кто нуждается в этой поддержке и помощи. Пожалуйста, Андрей Юрьевич, прошу вас. Уважаемый Владимир Владимирович, я с первых моментов имел возможность вас информировать, докладывать. И, что самое главное, рекомендации и поддержку получать. Я хочу вас поблагодарить и коллеги, федеральные ведомства, которые сегодня в том числе участвуют, и личный состав. Всё это взаимодействие продолжается до сих пор. Для меня это было очень важно для того, чтобы принимать все выверенные решения. Сергей Семенович сказал про роль и скорых помощи, и медицинских учреждений, врачей. Я хочу добавить важный ключевой момент, когда начала работать авиация. Дело в том, что Крокус представляет из собой, по сути, неразрывную цепь зданий. И была очень заметная опасность, что огонь может распространиться на ещё более серьёзные объекты. Это благодаря работе пожарных, спасателей удалось предотвратить. Мы с первых минут получали поддержку от людей, которые находились рядом, и предлагали самую разную помощь, наши волонтёры. Что касается спасателей, они работают, вы знаете, и сейчас, без перерыва, меняясь. Мы усилили специалистов МЧС, соответственно, разнорабочими, люди, которые помогают, большой объём завалов, соответственно, обрабатывают. Я позволил себе положить схему зала, она у вас перед глазами. Соответственно, за завтрашний день будет полностью закончена поисковая операция. И, соответственно, каждый квадратный метр зала и партер, и балкон, этаж, который выше, они будут разобраны. Буквально сразу мы понимали, что людям нужна информация о том, что произошло об этой страшной трагедии. Поэтому мы открыли прямую линию и центр помощи. Он и сейчас располагается в центре поддержки защитников Отечества. Там работают очень подготовленные люди. Люди мы усилили, понимая, что звонков будет много. За это время мы получили порядка двух тысяч звонков. Конечно, главный вопрос – это поиск родственников, близких. Поэтому мы осуществляли и личный приём нашей коллегии, и старались ответить на все интересующие вопросы. Совместно с Москвой мы понимали, насколько важно синхронизировать наши действия. И всё, что касается выплат, мы приняли единую выплату. Это 3 миллиона, если погиб наш житель. Миллион, если госпитализирован. И 500 тот получил те или иные повреждения и ранения. Могу сказать, что уже в субботу мы осуществили первые платежи. Потому что работники Центробанка тоже вышли на работу и позволили нам осуществить эти первые транзакции. Как уже было сказано Татьяной Алексеевной, я тоже хочу отметить, Владимир Владимирович вам докладывал, что в эту ночь и правительство в лице Татьяны Алексеевны и министра объехали клиники Подмосковья сначала, это 4 города, Химки, Долгопрудный, соответственно, Одинцова и Одинцова. Соответственно, самые тяжёлые, а таких было достаточное количество, при первой возможности перевозки в Центр хирургии Вишневского, другие федеральные институты, мы смогли перевести, что позволило сохранить жизнь, потому что врачи, технологии были использованы самые передовые. Мы понимаем, что идёт борьба за жизнь, и я хотел врачей всех поблагодарить, потому что в ночь они приехали сами в свои клиники, понимая, что произошло. И для нас это было очень важно. Татьяна Алексеевна сказала про российский фонд Красного Креста. Всё это время люди предлагали самую разную помощь, Владимир Владимирович. И бизнесмены, российский бизнес, говорили о том, что они хотят помочь. Я благодарен и фонду, и всему бизнесу, который принял участие. Но на сегодняшний момент, кроме внушительной суммы, о которой уже было сказано, 420 тысяч транзакций прошло, 420 тысяч транзакций разного объёма на эти счета. Мы договорились, что эти средства мы будем использовать совместно, коллегиально, на нужды тех, чьи семьи пострадали. Вы правы, говоря о том, что некоторые семьи, у нас есть такие, потеряли обоих родителей. Мы понимаем, и вы мне об этом говорили, в том числе, что и те, кто сегодня госпитализирован, и те, кто погиб, мы должны их сопровождать в протяжённом периоде. Мы постараемся это сделать достойно. Ещё раз хочу поблагодарить всех за поддержку. Доклад закончен. Хорошо. Так, коллеги, кто хотел бы что-то добавить, какую-то дополнительную информацию представить? Оценки дать, пожалуйста. Игорь Викторович. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, произошедший 22 марта теракт для всех нас определил задачи, которые требуют решения в первоочередном порядке и на ближайшую перспективу в целях недопущения повторения трагедии, также оказания максимальной помощи пострадавшим. Я хочу подчеркнуть, что с первых часов трагедии все службы работали слаженно в круглосуточном режиме и сейчас продолжают работать. Мы в своей работе особое внимание уделили своевременной блокировке, фейковой и иной информации, разжигающей межнациональные и межконфессиональные конфликты, попытки посеять панику и ненависть к людям исключительно по национальному признаку. По нашим требованиям были удалены сведения с более чем 200 ресурсов, включая аккаунты в социальных сетях Одноклассники, ВКонтакте и каналов Телеграм, а также иные сайты. Помимо откровенных фейков появлялись много непроверенной информации, которая тоже в определенной степени дестабилизировала обстановку. В этом плане отметились даже авторитетные средства массовой информации. Нам пришлось оповергать подобные опубликованные сведения с рекомендацией представителям СМИ, использовать данные только из официальных источников. Также в числе первоочередных мер стала оценка работы контролирующих органов, осуществляющей проверки деятельности всего концертного комплекса, включая меры противопожарной и антитеррористической защищенности, соблюдение требований по оснащению охранников мероприятия в соответствии с количеством посетителей, мер по эвакуации скорости реагирования на вызов от частного охранного предприятия. Полную оценку еще предстоит дать, но уже сейчас можно сказать, что масштаб теракта оказался в разы крупнее и не сопоставим с положениями законодательства о безопасности на подобных объектах. С учетом значительного повышения уровня террористических угроз, органам исполнительной власти субъектов необходимо актуализировать паспорта безопасности объектов с массовым пребыванием людей. Мы сейчас это в ближайшее время сделаем. Что касается паспортов пребывания, то паспорт безопасности объекта должен актуализироваться не реже одного раза в три года. И, безусловно, в соответствии с пунктом нормативно-правового акта требования к защищенности изменения угроз террористического характера в отношении места массового пребывания людей является одним из оснований актуализации этого паспорта. Паспорт безопасности объекта был утвержден 17 декабря 2018 года. До настоящего времени не актуализировался. И имеющиеся террористические угрозы в нем, к сожалению, не учтены. Кроме того, мы постараемся вместе с Министерством в чрезвычайном ситуации скорректировать существующие расчетные методики, по которым проводятся расчеты, подтверждающие обеспечение безопасности эвакуации людей при пожаре. Эти методики не позволяют рассматривать сценарии пожаров при терактах и подобных поджогах. Имеющиеся видеозаписи трагедии свидетельствуют о нападении террористов через основные пути эвакуации при пожаре. И люди были вынуждены бежать в противоположную сторону от нападавших и искать укрытие в различных помещениях здания. В целом, все необходимые поручения прокурору мною даны. Координация работы правоохранительных органов обеспечена. Надзор за расследованием уголовного дела осуществляется. В круглосуточном режиме мы продолжаем принимать весь комплекс мер по оказанию помощи пострадавшим обеспечению законности. Доклад закончен. Спасибо. Вот я вас прошу по всем пунктам, которые сейчас были вами изложенными, в самом внимательном образом отработать. Но мы с вами скоро увидимся и поговорим, вернемся к этим вопросам. Александр Вячеславович, у вас есть какая-то информация или какие-то комментарии по поводу вашей работы или, может быть, пожелания к тому, что было сказано генеральным прокурором? Я добавлю, если можно. Здание оборудовано было автоматической системой пожарной сигнализации. На момент пожара данная система сработала в штатном режиме. Также имелся комплекс из четырех пожарных роботизированных стволов и система программного управления, применяемых совместно с другими системами противопожарной защиты. Она в момент террористического акта сработала. Но поджог с применением элементов горения, по мнению специалистов, системе не удалось потушить пожар из-за развития горения на значительной горимой площади. Вот об этом хотел сказать. И сегодня мы в рамках материалов, которые были на стенах, которые горели, мы смогли дать ликвидацию, полную ликвидацию пожара только сегодня, в 18.40. Поисково-спасательные работы продолжаются, и предположительно завтра в 17 часов будут закончены. Доклад закончен. Хорошо. Я хочу поблагодарить сотрудников ФСБ, МВД, Росгвардии и Минобороны, которым я поручил предпринять все меры для задержания преступников, и это было сделано общими усилиями, в том числе с использованием подразделений Росгвардии и Министерства обороны. Но мы ещё, безусловно, вернёмся ко всем вопросам, ко всем деталям произошедшей трагедии, и, безусловно, всё это обсудим. Что касается докладов, то, как я уже сказал, прошу регулярно докладывать о ходе расследования. Всё. Спасибо. Продолжение следует...